Российско-украинская команда Natus Venturi выиграла престижный киберспортивный турнир по компьютерной игре Counter-Strike. Все подробности в сюжете. Natus Venturi в переводе с латинского «рожденный побеждать». Украинская мультигейминговая киберспортивная организация Na'Vi выиграла чемпионат, одержав в финале победу на G2 Esports со счетом 2-0. За первое место команда получила 1 миллион долларов. Напомним, киберспорт также известен как компьютерный спорт или электронный спорт. Командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. В России он признан официальным видом спорта. Мы были первой страной в мире, кто признал компьютерный спорт. По нашему образу и подобию создавалось более 30 федераций в мире. Мы с этой точки зрения являемся родоначальниками этой истории. Даже по самым скромным оценкам в России порядка 18 миллионов человек, которые увлекаются киберспортом. И эта аудитория растет с бешеной скоростью. Последние исследования показали рост в 28% ежегодно. Это колоссально. То есть ни один из спорта не набирает такую популярность. ПГЛ Мажор Стокгольм 2021 – 17-й турнир серии Мажор по Counter-Strike Global Offensive. Он проходил с 26 октября по 7 ноября в Швеции. 24 команды разыграли призовой фонд 2 миллиона долларов. Это был первый Мажор, проведенный после двухгодичного перерыва в связи с пандемией. О том, почему людей так тянет виртуальный мир и как это может сказаться на психике человека, нам рассказал эксперт Казанского федерального университета. Эмоциональная волевая сфера молодежи развивается специфическим образом, не как в спорте. Возникают депрессии, возникают страдания, возникают различного рода тревоги. В киберспорте всегда есть победители и есть, которые не просто побежденные, а которые раздосадованы, обижены и не достигают всего того, что имеет место у победителей. Отметим, в России в 2016 году киберспорт официально был признан спортивной дисциплиной. А зимы 2018 года киберспортсменам начали присваивать разряды мастера или кандидата в мастера по киберспорту. Я приветствую этот киберспорт только с одним условием, что там есть интеллектуальная нагрузка, это первое, есть творчество и нет ставок на деньги, которые приводят к игромане. Как отмечается на сайте команды, 24 ноября российско-украинская команда «Нави» выступит на Бласт премьер Fall Finals 2021 в Копенгагене. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс.